Создание ордеров. Сразу подчеркиваю, один важный момент. Порой ребята думают, что здесь торгуют NPC. Это все создают люди. Ничего NPC-шкам не продается. И вот люди берут такие, приходят, выбирают какой-то товар, нажимают кнопку на нем там продать. У него указывается вот эта вот цена 320. Это как раз ордер, по которому я готов его купить. Выбирают лучший вариант. Рядом справа сразу проценты. То есть это на 50 процентов меньше средней цены. Помните, я вам про трюм рассказывал, как он определяет среднюю цену? Хуй его знает, как он ее определяет вообще. Бардак там полный у него в голове происходит. То есть правильно, как это нужно делать. Показать информацию о ценах. Ну, то, что у вас вот сейчас открыто. То есть торговая система. И мы видим реальную цену. То есть сегодня этот товар можно продать за 1250. То есть самостоятельно бороться за эту позицию, отслеживать этот ордер. Тут своя борьба, своя война. Или лень продать его мне за 320. Так вот, даже если взять вот эту вот цену 320 плюс ту цену на 1250 и поделить на 2, ну чтобы рассчитать среднюю стоимость, мы какое-то подобие получаем. Сколько у нас там получается? Пускай это будет 1600, да? Круглим. Ну, ладно, 1700. Делить на 2. Получится это 850. Должна быть средняя цена. Мы видим, что в процентном соотношении он говорит, что 320 – это всего лишь на 50% меньше средней рыночной цены. То есть на 50% меньше, чем 850. Но это же не так. Половина от 850 – это 425, а не 320. Спрашивается, так что за хрень ты мне тогда вот в процентах тут пишешь? Борода полная. Следовательно, сравнивайте цены, никогда не опираясь вот на эти данные. Смотрите только торговая система. Верьте только ей. Эта система так работает. На самом деле она иначе работать не должна. Конечно, в реальной жизни все работает совершенно по-другому. Поэтому не сравнивайте. Тут скорее вы должны посмотреть и понять, как это работает тут. И вас рано или поздно ждет, почему в реальной жизни делается все совсем по-другому. Однако, когда вы создаете ордер на продажу, важно вам осмотреть только на один момент. Это вот налоги. Налог на продажу и комиссия брокера. У вас есть такой пункт – продать немедленно. И вы видите, если его продать прямо сейчас, комиссии брокера – ноль, налог с продаж – такой-то, такой-то. И то есть вы заработаете определенную цифру – 316,96. Теперь берете, немедленно меняете, ну, неважно, на один день. Сроки не имеют значения. У вас тогда сразу появляются дополнительные комиссии. То есть комиссия брокера. За то, что ваш ордер будет находиться на рынке, якобы обслуживаться, резко ваша цифра, она меняется. Порой, на самом деле, разница просто между покупателем и продавцами незначительная и невыгодно выставлять ордер на продажу. То есть, да, ты вроде смотришь, что я его могу выставить дороже, заработаю денег больше. По факту выйдет так, что налог сожрет, и лучше бы ты сразу продал по той цене, по которой уже есть ордер на скупку. Поэтому играйте с этим моментом. То есть в данном случае изменения, то есть если выставить ордер, в итоге из-за того, что у тебя будет комиссия брокера, потеря у тебя минус 100. Было 316, а станет 216. Это более 30 процентов потери сразу идут в данном случае.